Дорогие мастера, всем привет! Сегодня я буду рассказывать, можно ли наращивать реснички беременным и как работать с данными клиентами. Мы все с вами современные, живем в ногу с модными тенденциями. Ранее беременную девушку часто можно было увидеть с отросшими от покраски корнями, ненарощенными ногтями, волосами. Я уже молчу про увеличение груди, это вообще, наверное, раньше было страшное табу. Но у нас сейчас на все другие взгляды, новые технологии, которые позволяют создавать максимально лояльные гипоаллергенные материалы. Вот, чтобы беременные оставались красивой и ухоженной даже во время своего положения. Я хочу вам рассказать, девочки, из личного опыта. У меня есть беременные, которые ходят на разных сроках, то есть от первого и до последнего триместра. Всем этим девочкам мы наращиваем и делаем коррекцию. Никаких особых нюансов не было, реснички держатся хорошо. Хотя говорят на самом деле, что если есть в организме какой-то гормональный дисбаланс, то реснички могут держаться плохо. Но в моем случае у меня нет ни одного беременного клиента, который бы мне позвонил и сказал, что у меня посыпались ресницы. Не знаю, либо у нас у всех с гормонами хорошо, либо вот такая ситуация. В общем, мне кажется, что от гормонов все-таки тут не очень много, что зависит на самом деле. А зависит больше от качества материала. Конечно, для беременных девушек обязательно используем гипоаллергенные материалы. Вне зависимости от того, есть у вашего клиента аллергия или нет. Почему мы это делаем? Потому что наш клиент будет вдыхать токсичные элементы. Этого нам не надо, поэтому стараемся этого избежать. Если у нее нет аллергии, не факт, что у ее ребенка на что-то не будет аллергии. Поэтому, чтобы не было никаких неприятных моментов, сейчас еще раз напоминаю, современные технологии и различные материалы, очень большой выбор также гипоаллергенных материалов. Поэтому, если вы хотите быть хорошим мастером и аккуратным, и никому не причинять вреда, я рекомендую беременным использовать только гипоаллергенные материалы. Итак, теперь вывод из этого, то, что беременным наращивать реснички можно. Могу вам сказать из личного опыта, у меня двое деток, и я также пробовала наращивать ресницы. У меня очень нежные глаза, но никаких изменений от этого, ну, то есть никакой разницы я не заметила. В обычном положении мы наращиваем ресницы или в беременном. Зато наши беременные девушки даже в роддоме могут быть красивыми, если перед этим делом успели, конечно, сделать коррекцию. Вот, есть у меня такая девочка, которая вот, ей в начале апреля ржать, то есть ей осталось там неделька, она вот на днях у меня наращивала ресницы, говорит, поеду красиво, и даже сделала брови. Поэтому беременность сейчас не повод ходить неухоженной. И вот, как мы подходим к этим клиентам? Значит, как я наращиваю? Если девочки где-то до четвертого месяца беременности, то, в принципе, они могут еще лежать на спине. Я их не заставляю, я стараюсь наращивать по одному глазу, чтобы после каждого глазика им делать вот какую-то разминочку, какой-то передых. Но если у вас клиенты, вот как у меня есть уже в предродовом положении, то есть вот есть 7 месяцев, девочка, и есть последние вот недели остались. Значит, в таком случае им просто тяжело лежать на спине. Тяжело, и даже я вам скажу немножечко, это опасно, потому что в таком положении плоду недостаточно кислорода. Беременным, наверное, вы все знаете, что беременным нельзя лежать на спине. Поэтому мы их этого не заставляем делать. Я им наращиваю реснички на боку. На самом деле это очень удобно. Я даже хочу попробовать и попрактиковать на обычной девушке, вот не в положении, сделать наращивание ресниц на боку, потому что это действительно удобно. Очень хорошо видно межресничное, вот даже пространство видно, где ресницы, ну то есть, ну в общем, ресницы видно классно. Я не знаю, почему нет еще такого метода в наращивании. Будем вводить что-то новое. На самом деле это удобно. И удобно беременным, потому что она лежит в удобной для себя положении. Бывает такое, что мы подкладываем подушечки, куда ей удобно. Там под ножки, под животик, то есть, ну как-то стараемся корректировать ее положение, чтобы ей было удобно. Поэтому, еще раз повторяюсь, беременным реснички наращивать можно. Выбираем максимально для них удобное положение, чтобы не приносить ни им, ни плоду, никому дискомфорта. В этом случае уже, я думаю, что под такого клиента должен подстроиться мастер. Навести красоту и найти к ней подход. Поэтому мои девочки беременные ходят красивые, с красивыми глазками, с красивыми ресничками. И такие же потом ко мне возвращаются. Поэтому беременность это не повод ходить неухоженной. Сейчас все совсем другое, совсем другие технологии. Я вам рассказала вот такой момент из личного опыта. Надеюсь, он вам чем-то был полезен. Еще раз хочу сказать, что с беременными я работаю на боку. На правом, на левом, на котором им удобно. И, естественно, при этом немножко положение ресниц я залаживаю на бок. Наращиваю как бы веером. Но получается это очень красиво. Я наращиваю так не только беременным, а многим девушкам. Веерное наращивание, оно красивое. Заложена ресничка в сторону немножечко. Девочки, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, мое видео вам было полезно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok